Зачем мы разрабатываем Kotlin, если есть Scala? Зачем мы разрабатываем Kotlin, если есть Scala? Отличный вопрос. Да, еще плюс один. Супер. Я в некотором роде с замиранием сердца всегда жду этого вопроса. Зачем мы разрабатываем Kotlin, если есть Scala? Ну, на самом деле, это, кстати, очень хороший вопрос в смысле трейдов. Дело в том, что мы вообще пытались в компании использовать Scala для разработки. Есть проблемы некоторые. Некоторые проблемы фундаментальные. То есть, если даже представить себе, что компилятор можно допилить, чтобы он работал быстро, и что там еще всякие такие процессуальные проблемы решатся, есть две очень существенные проблемы. Проблема первая. Scala-овский дизайн принципиально очень сильно опирается на имплиситы. Это значит, что у вас в коде происходит гораздо больше, чем вы можете увидеть глазами. Вот. Я, как инженер, такого подхода очень боюсь. Потому что это значит, что я смотрю и ничего не понимаю. Поэтому в Kotlin, например, никаких имплиситов нет. Все очень явное, и мы на это специально сильно опираемся. Здесь единственная имплисит вещь, которая у нас есть, это this, который можно не писать. И он у нас всегда очень аккуратно скоупится, чтобы там, не дай бог, ничего с чем не клешилось, если вы не знаете об этом. Вот. Здесь проблема с имплиситами, это принципиально дизайновая проблема. Понятно, зачем Scala-implissit, и понятно, что они таким образом выиграли. Но вот мы в этом трейд-оффе стоим совершенно по другую сторону. Потому что мы не хотим такой ценой, такую мощность. Не хотим. Нам и так плохо. Вот. Один вопрос. Второй вопрос, на самом деле, связанный с этим, но не только на это завязанный. Вот программировая Scala-2, он существует с какого-то 2003, кажется, года. То есть больше 10 лет. А нормальный IDE для Scala так и нет. Вот. И это не потому, что, скажем, мы халтурим, мы не делаем IDE. Мы делаем. И создатели Scala это уже делают гораздо дольше, чем мы. Они уже лет 8 ее делают. А мы, как-то, 4, кажется, или чуть больше. И никто не может написать IDE. Язык слишком сложный. Очень тяжело написать приличную инструментальную поддержку для Scala. Потому что дизайн языка такой сложный, что это сделать физически просто очень трудно. То есть трудно сделать так, чтобы отработало с одной стороны быстро, с другой стороны правильно. Поэтому вот у Scala-овцев отработает медленно, а у нас неправильно. Да. Продолжение темы. Сейчас. Секундочку. Что говорите? Продолжение темы. Зачем нужен Ceylon, если есть Kotlin? Мне всегда было интересно. Немножко раньше нас начали, на самом деле. Значит, вопрос, зачем нужен Ceylon, если есть Kotlin? На самом деле, если честно отвечать, то вот Scala, Kotlin и Ceylon, будучи, в принципе, конкурентами, на самом деле очень по-разному подходят к жизни. Это совершенно три разных подхода к тому, как должен выглядеть новый язык. Scala – это очень мощный язык для разработчиков библиотек, условно говоря. То есть вы там можете делать черти что и очень коротко. Это круто, если вы пишете библиотеку коллекции Scala, например. Скала Зини. Дай господь, да. Ну, тоже очень круто. Соответственно, Ceylon, с другой стороны, это красивый, очень простой язык, действительно очень элегантный во многих смыслах, который вам годится, если вы пишете проект с нуля. Потому что принцип, по которому строится Ceylon, что мы возьмем и GDK все выбросим, у нас будет новый SDK, другая. Все несовместимое. То есть вы можете вызывать джавовский код, но это как бы ненормально. Коллекцию у вас другие должны быть, все вообще должно быть другое. То есть это такой from scratch. Мы оставляем джаву как виртуальную машину, всю платформу, в общем выбраску мы пишем за на. Тоже вариант, но я как-то опасаюсь. Вот Kotlin. У нас стендап, извините. Kotlin, в свою очередь, он достаточно простой и явный язык для развития существующих проектов. То есть мы не пытаемся получить всю массу вообще возможностей, которые получает Scala. Мы не гонимся за красотой настолько, насколько гоняется Ceylon. Мы хотим практичный тул, чтобы мы могли там в наш огромный кодбейс продолжать его девелопить на хорошем языке. Ну вот, чего и вам желаем, в принципе, тем из вас, кто хочет так. Так, ну да, секундочку. Что можете сказать про Lisp, кложа с точки зрения трейдов? Зачем нужно, если есть кложа? Да, хорошо, значит, зачем нужен кодбейс, есть кложа? Зачем вообще что-то грустно, если есть кложа? Да, значит, ответ очень короткий и понятный. Кложа язык динамический. Это значит, что хорошего тулинга для рефакторингов никогда не будет. Все. Если у меня есть миллион срочек кода на кложа, я не могу их рефакторить автоматически. Точно. Был вопрос, у нас ответа. Для чего вы используете это? Для чего мы используем Kotlin? Kotlin сейчас используется в JetBrains для нескольких новых веб-проектов, которые мы пишем, для пары проектов, которые мы еще не анонсировали, не будем рассказывать про них прямо сейчас. А также он используется сейчас в идее для того, чтобы… На нем написан LiveEdit для JavaScript HTML. И с этого лета на нем будет девелопиться уже основной кодбейс идей. Ну и Kotlin, естественно, тоже пишется на Kotlin в последнее время. Вот. Есть ли у нас желание продвигать Kotlin в массы? Ну, в некотором роде я вот сейчас этим занимаюсь. Вот. То есть мы не то чтобы хотим как-то, не знаю, подговорить мировое правительство использовать Kotlin в своих разработках, но, в общем, всем очень желаем, чтобы они использовали Kotlin. Обычно так получается, что мы пишем Kotlin для себя, а потом они всем нравятся. Вот с Kotlin, наверное, так же получится. Я прошу прощения, у нас закончилось время. Давайте вы просто зададите мне вопросы вот сразу после доклада в коридоре, ладно? Спасибо большое.